Это Телефорум. Здравствуйте. Итак, сегодня в центре внимания Телефорума опять выбор. Поговорим сегодня о новых прогрессивных формах голосования, современных методах контроля за избирательным процессом и о требованиях кандидатов. Итак, сегодня у нас в студии в качестве эксперта Дмитрия Жученко, региональный координатор независимого общественного мониторинга, и Максим Быстров, председатель Молодежной Думы при ЗАГС Собрании Владимирской области. Здравствуйте. Здравствуйте. И собрались мы сегодня 1 июля не случайно. Ровно год назад Дмитрий сейчас мне подскажет, какое было событие, которое стало таким ключевым стержнем для того, чтобы сегодня мы начали продолжать этот разговор. Отправной точкой. Мы с вами как раз выучили благодаря этому событию слово «плебисцит». Вы помните, да? То есть ровно год назад был основной день общероссийского голосования по измене в Конституцию. Собственно, почему это важно? Ну, во-первых, целое поколение избирателей новых выросло, то есть те, кто в 93-м году голосовал, это были наши родители, бабушки, дедушки. Я, например, в 93-м году только в первый класс пошел в школы, поэтому это был мой первый конституционный «плебисцит». Вот. Что еще важно, что именно это голосование, оно как бы определило тенденции развития избирательного законодательства относительно выборов других уровней, там, президентских, выборов Государственной Думы, которую мы с вами будем обсуждать сегодня, выборов органов местного управления, субъектов федерации и так далее. Дело в том, что как раз, вы помните, на пандемию это было первое серьезное голосование в постпандемический период. Соответственно, все эти издержки связаны с обеспечением безопасности избирателей, их здоровья, благополучия, вопрос удобства голосования, чтобы, как говорится, максимально оперативно и в то же время результативно осуществить свои воли и изъявления, что влияет на явку в конечном счете. Вот. Все эти вызовы встали перед избирательной системой нашей страны как раз в 2020 году. И, собственно, те ответы, которые были сформулированы тогда, они сейчас легли в основу тех самых новаций, которые мы с вами обсудим примитивно к выборам в Государственную Думу. Итак, давайте. Вот. Опыт 1 июля. Да? Вот. Что мы получили, то, что мы приносим на сегодняшний день? Вот самое главное. Ну, самое главное с точки зрения, допустим, нашей, наверное, с Максимом, это развитие системы общественного наблюдения. Скажем, на конституционном голосовании наблюдатели были исключительно делегированы общественными палатами, либо федеральной, либо, соответственно, нашей региональной. К выборам в Государственную Думу это будет один из вариантов. То есть будут наблюдатели, вот, скажем так, общественные, будут наблюдатели от кандидатов и политических сил, ну и некую форму, так скажем, мониторинга будут осуществлять ваши коллеги из средств массовой информации. Принципиальное отличие, с моей точки зрения, наблюдателей от политических сил, неважно, кандидат это или партия, да, партийный список и общественное наблюдение заключается в том, что у этих людей, несмотря на наличие, естественно, у каждой свои предпочтения, наверное, как у любого, так скажем, активного гражданина, да, но немножко разные мотивации. Представим гипотетическую ситуацию. Наблюдатель от какой-то политической силы присутствует на избирательном участке, на котором происходит некий инцидент в пользу той самой политической силы, которую он представляет. Какие варианты развития событий? Ну, весьма маловероятно, что этот человек будет идти против собственной партии. Почему? Потому что тем самым он нарушит некоторые, возможно, уставные нормы, как нанесение ущерба своей политической силе. Это может быть для него чревато, поэтому здесь, как бы, вариантов, что человек, скажем так, пропустит этот инцидент, ну, достаточно высок. Что касается наблюдателей общественных, которые делегированы общественными палатами, они более нейтральны, более объективны и беспристрастны. Кроме того, мы знаем, что любое делегированное лицо таким образом подписывает кодекс общественного наблюдателя, который требует от него соблюдения определенных вот этих, так сказать, норм объективности и беспристрастности, при нарушении которых он может быть отозван. Да, то есть это вот такой дамогов меч, который, с моей точки зрения, гарантирует вот то самое нейтральное наблюдение, как бы, надпартийное, что очень важно, чтобы это наблюдение действительно было объективным и достоверным, что от нас требует как раз вся избирательная система. У нас есть звонок телезрителя. Сергей Владимирович, здравствуйте, мы вас слушаем, пожалуйста. Здравствуйте, мы вас слушаем, пожалуйста. Да, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, с телефоном. Мы там разделим, что справедливая Россия, ЛДПР, там где-то перейдут в 5% барьеру, где-то 5%, где-то вот столько-то. И страна будет двигаться дальше таким же экономическим курсом, какая она двигалась. Сергей Владимирович, мы вас поняли, да? Мы вас поняли. Хороший вопрос, такой нормальный вопрос, действительно, да. Зачем идти на выборы, если так все понятно, да? Ну, знаете, можно я? Конечно. Сейчас, Максим тоже, да. Максим пусть начнет, а я добавлю. Ну, хочется сказать, да, к сожалению, есть сомневающиеся люди, которые сомневаются, идти на выборы или нет. На выборы надо идти в любом случае. Это обязанность любого гражданина, будь то молодой человек, человек любого возраста. Надо изъявить свою позицию, прийти на избирательный участок, вне зависимости от того, за какую партию вы голосуете. Да, Единая Россия имеет большинство, как сказали, поддержку на выборах. Прежде всего потому, что на избирательном участке как раз идут в основном граждане, социально активные, которых в стране большинство изменений устраивает. Вот поэтому они идут голосовать, и, соответственно, Единая Россия набирает большой процент на выборах. Все зависит от тех, кто пройдет на избирательном участке. Придите и изъявите свою позицию. В любом случае выборы пройдут честно. Это гарантирует и общественные наблюдатели, которые являются независимыми. То есть не может пройти никакого подлога. Я думаю, тут надо практически части сказать. Так сказать, эти сейфы, в которые как раз опускаются бюллетени. В этом году новшество будет в том, что у каждого избирательного участка будут, во-первых, стоять сотрудники органов внутренних дел. И наблюдать за тем, чтобы не было никаких, так сказать, вбросов. А с другой стороны, еще эти сейфы будут под круглосуточным видеонаблюдением. Поэтому выборы пройдут максимально честно. В этом можно не сомневаться. Надо просто приходить и высказывать свою гражданскую позицию. Это в части сомнений некоторых граждан о том, что вот в ходе многодневного голосования, что происходит в темное время суток. Город засыпает, кто там просыпается, возможно. Вот как раз Максим описал те механизмы, которые позволяют быть уверенным в том, что и общественный контроль, и не только общественный за результат ходом и подведением итогов выборов достаточно серьезный. Я вот прокомментирую то, что сказал дозвонившийся. Вы знаете как? Нас, как общественных наблюдателей, в меньшей степени интересуют результаты конкретных политических партий. Нас интересует объективность процесса. То есть, насколько те результаты, которые будут показаны, ну, мы знаем, что теперь дата голосования 19 сентября, объективно соответствуют предпочтениям избирателей. Ну, или, как правильно Максим сказал, активной части людей, которые действительно доходят до избирательных участков. И здесь вот тезис о предсказуемости выборов, который, как я понял, телезритель, ну, оценивает скорее негативно, для меня-то это как раз показали скорее положительные. То есть, в течение... Какая-то есть стабильность? Нет, в течение многих месяцев ведущие наши социологические службы, в ЦИОМ, ФОМ и другие, ведут исследования политических предпочтений избирателей. Партийных, кому из политических лидеров они доверяют, каким институтам, в том числе, так скажем, которые будут избираться, вот в данном случае наш федеральный парламент, люди доверяют. И то, что вот эти данные на протяжении некой дистанции, что они совпадут с результатом выборов, на мой взгляд, это только доказательство того, что это действительно результат. Вот, поэтому я здесь как бы согласен с тезисом, дозвонившимся, и я не согласен с выводами, которые он сделал. Но зерно здесь есть разумное, да? Ну, естественно, каждый человек имеет право сомневаться. Я только призываю как раз Сергея Владимировича, если не ошибаюсь, да? Да, Сергей Владимирович. Сергей Владимирович, вы можете воспользоваться всеми опциями, которые современные технологии позволяют, в том числе на каждом избирательном участке будут камеры видеонаблюдения. Да, вы можете сами включиться в процесс наблюдения, подав заявление в Общественную палату Владимирской области на тот участок, где либо вы проживаете, где вы сами будете голосовать, либо, может быть, вам удобнее и интереснее понаблюдать за каким-то другим местом. Это все возможно. Обращайтесь в Общественную палату Владимирской области. Если вы соответствуете критериям, они достаточно, так скажем, минимальны. То есть это гражданство, возраст, отсутствие отношения к экстремистским структурам и так далее. То есть если вы подойдете под эти критерии, у вас есть шанс просто воочию видеть, как это работает. Да, на самом деле это очень важно, что такая есть возможность сейчас в открытую у всех. И, наверное, у нас в эфире тоже размещен как раз адрес Почты Общественной палаты, на который можно написать письмо с желанием вступить в Общественные наблюдатели. То есть если есть какое-то сомнение, можно прийти и проверить. Но сомнений никаких не может быть, потому что наши наблюдатели очень компетентны. Они в том числе прошли очень большую школу как раз по общероссийскому голосованию по правкам Конституции. То есть наша задача, как общественных наблюдателей, чтобы там ни в коем случае даже намек не было на какие-либо правонарушения. То есть штаб общественных наблюдателей оперативно отрабатывает эту всю повестку и оперативно реагирует на все сигналы, которые поступают. Опыт прошлого года позволил отработать уже практически ту модель, которая будет в этом году? В известной степени да, поскольку те механизмы, которые были запущены в прошлом году в неком экспериментальном условном порядке, я напомню, что общероссийскому голосованию по Конституции шло в особом режиме, так называемом, то есть не подпадало под законодательство о выборах и референдумах, были специальные нормативные акты приняты. Но, тем не менее, многодневное голосование, использование механизмов, таких как дистанционно-электронное голосование, системы мобильных избирателей и многие-многие другие, позволили, с одной стороны, решить проблему, если так можно сказать, рассосредоточения избирателей на единицу времени, на единицу площади, то есть о чем идет речь, чтобы не создавать толкотню. Если в один день голосуют и количество желающих неизменно, то их плотность на избирательном участке будет выше, соответственно, риски для здоровья и благополучия возникают избирателей, хотя есть определенные, так скажем, требования к оформлению избирательных участков с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и норм. Поэтому все эти механизмы, они действительно будут использованы, начиная от многодневного голосования, уже ЦИК приняла решение, Центральная избирательная комиссия приняла решение, что 19 сентября будет применяться многодневное голосование, а значит мы будем иметь возможность 3 дня голосовать, 19 сентября и 2 предшествующих. Что касается дистанционно-электронного голосования, такая форма онлайн воли изъявления, то впервые она была применена в 2019 году на выборах в Мосгордуму, такой был совсем пилот. В 2020 году на голосовании по Конституции 2 региона добавились к столице, и на едином дне голосования в сентябре уже прошлого года еще 2 региона. То есть таким образом 5 регионов на их территории были отработаны эти механизмы, в этом году их число удвоится, было 11 заявок рассмотрены на Центральной избирательной комиссии, вот 7 регионов утверждены, и таким образом постепенно, каждый год будет увеличиваться число российских избирателей, которые смогут постепенно, поэтапно воспользоваться вариантом, подчеркиваю, вариантом, это не обязаловка в тех регионах, где будет применяться дистанционное электронное голосование, это возможность для людей, если им удобнее, им комфортнее, им легче, но я думаю, это в первую очередь для людей более молодых, кто и покупки совершает онлайн, и налоги оплачивает онлайн, то есть в принципе они привычны к этому делу, естественно людям, пожилым нашим ветеранам избирательных компаний, в части избирателей, конечно, будет сохранена возможность голосовать по старинке, классически, придя на избирательный участок и опустив бюллетень в ОРНУ. Итак, перейдем непосредственно к докладу НОМ. 15 июня название доклада «Правовое регулирование выборов депутатов Госдумы». Здесь ключевое слово «правовое», да? Почему на этом акцент? Ну, дело в том, что с 95-го года по 2014-й существовала, то есть сейчас четвертая редакция закона о выборах депутатов Государственной Думы. Первая была принята в 95-м году, последняя в 2014-м. Значит, за этот период, буквально два десятилетия, да, были достаточно такие заметные изменения по системе выборов именно депутатов Федерального парламента. Может, вы помните, у нас сначала была смешанная модель, когда половина мандатов распределялась по округам, а половина по спискам. Потом от этого отказались в какой-то момент. Люди голосовали только за партии. Потом вернулись к этим механизмам, поднимался, опускался избирательный барьер. Имеется в виду, какое количество процентов должна получить поддержки политической партии, чтобы ее список был допущен до распределения депутатских мест. Вот эти все, назовем так, законодательные колебания, да, вот они заняли два десятилетия. За это время удалось найти, как мне кажется, более-менее оптимальную модель. И к ней вот за последние пару лет добавились те самые механизмы, о которых мы сказали с вами выше, то есть, которые позволяют, первое, обеспечить безопасность, здоровье и благополучие горожанам защитить. Второе, это сделать голосование более удобным. Удобным, под удобством мы понимаем и, так скажем, наличие вариантов, да, какой человек ближе, так и буквально степень легкости, простота, да, с которой человек может, допустим, планшетом, с любого гаджета проголосовать. Кстати, в части безопасности мы понимаем как личную, да, вот что называется, дойти до участка и ничего там, как говорится, не навредить своему здоровью, так и безопасность общественная. Дело в том, что как раз в этом году была принята серия поправок о декриминализации, то есть, к кандидатам в будущее депутаты Государственной Думы предъявляются повышенные требования, в том числе, речь идет о том, что те люди, которые были осуждены по примерно полсотне статей Уголовного кодекса, которые являются либо тяжкими, особо тяжкими, а также средней степени тяжести, они еще пять лет после того, как их судимость будет погашена, не имеют права выдвигаться, то есть, лишены будут пассивно избирательного права. Это некий изоградительный барьер от криминальных элементов, которые могут стремиться во власть, как это было в недалекие 90-е годы. В этом смысле наш доклад это... Прерву вас, Дмитрий, есть наш постоянный зритель, не мог пройти эту тему мимо. Игорь, добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте, Анна. У меня такой вопрос. Что, если ввозить экзамен для избирателя, чтобы ограничить избирательное право? Малообразованных людей, насколько это конституционно, это принесет пользу или вред? Спасибо, Игорь. Ну, строго говоря, это неконституционно, потому что в действующих конституциях, как и в предыдущей редакции, прописано прямое, равное, всеобщее и тайное голосование. Соответственно, какие-то ограничения, о которых Игорь говорит, они невозможны в силу этого. Другое дело, что есть международная практика, когда, особенно в латиноамериканских странах некоторых, где неучастие в выборах фиксируется, и с момента, допустим, третьего неучастия или пятого неучастия, вы можете продолжать это делать, но заплатив определенный штраф казну государства. Это некая стимуляция людей участвовать в политических процессах. Насколько этот опыт при нем в России, честно говоря, сказать сложно, мне, на мой взгляд, личный. Все-таки право голосовать, это именно право. То есть, хочет человек воспользоваться, не хочет его личное дело. Другой вопрос, что, уважаемый, ты потом, конечно, с трудом сможешь предъявлять претензии к выбранными не тобою, а представительными во власти, которые принимают тельные решения. Максим, добавите что-нибудь нашему Игорю, телезрителю? Ну, как Дмитрий сказал, самое главное приходить на участки и изъявлять свою волю. Чтобы быть уверенным в том, что все прошло честно, надо прийти, посмотреть, как правило, там. И не как правило, а всегда там находятся и работники УИКов, и общественный наблюдатель. Там довольно серьезный контроль за этими процессами, поэтому, да, нужно приходить на участки, голосовать и изъявлять свою гражданскую позицию. Ну что ж, мы вернемся к докладу, да, говорили о той системе, которая сегодня сложилась, да, какие есть барьеры для кандидатов, и, собственно, ну, какие появились преимущества. По поводу преимуществ. Существенно возросла, вот в связи с этими новыми требованиями, прозрачность. То есть речь идет как о необходимости раскрытия информации, как о кандидатах, так и о тех, ну, будем называть их более общим таком словом, медиаплощадки, которые распространяют информацию, связанную с избирательными процедурами. Скажем, Центр избирком получил право носить представление в Роскомнадзор в отношении вот тех медиаплощадок, которые с точки зрения Центр избирком распространяют недостоверные сведения, с тем, чтобы Роскомнадзор блокировал на определенный период вот эти площадки, с тем, чтобы, ну, грубо говоря, не вводить избирательные в заблуждение. А это тесно связано с вопросом обеспечения, ну, если хотите, суверенности нашего голосования, то есть отсутствия внешнего давления, да, чтобы избиратель осуществлял свой выбор, отдавал свой голос в пользу той или иной политической силы, опираясь на достоверные источники информации, раз, и второе, не подвергаясь воздействию каких-то, ну, скажем так, извне инстанций, да. Не секрет, что наши, как это называется, заклятые друзья-партнеры предпринимают вполне открытые себе попытки вмешиваться в внутриполитическую жизнь нашей страны, ну, как говорится, оставим их на это, это на их совести, но защищаться мы не просто имеем право, но и должны, на мой взгляд, что и предпринимается в ходе наносимых изменений. Да, ну, мы к интересной теме подошли, что сегодня интернет и вообще все медиапространство, оно является таким главным фактором формирования общественного мнения, здесь молодежь уязвима прежде всего, так что, Максим, буду этот вопрос задавать вам сразу после рекламы, оставайтесь с нами, не переключайтесь. Мы возвращаемся в студию и продолжаем нашу дискуссию. Закончили о том, что сегодня, конечно, медиапространство формирует основную оценку, да, всей действительности, что происходит в обществе. Собственно, так же и с выборами депутатов в Государственную Думу. Вот чем больше мелькает человек, да, чем больше про него пишут плохое или там хорошее, да, мы сразу как-то вот это запоминаем, ага, вот этот уже знакомый человек, когда приду я голосовать, да, вот это лицо мне примелькалось. Остальные не очень, потому что они не были замечены в медиапространстве. Вот здесь мы говорим о том, что представители, конечно, более молодого поколения, не те избиратели со стажем, да, которые любят именно такие традиционные формы, прийти ногами и опустить бюллетень, они здесь, конечно, более уязвимы. Максим? Ну, мы сейчас применяем такую практику, что, так как интернет является как раз основной площадкой, ресурсом для молодежи, где он получает информацию, мы вместе с штабом по общественному наблюдению запустили проект. В социальных сетях Молодежной Думы, в социальных сетях штаба по общественному наблюдению мы запустили серию видеороликов как раз от молодых людей, которые объясняют, как действительно важно стать наблюдателем и прийти голосовать на выборы. Что очень важно, что все эти молодые люди как раз будут потом наблюдателями, то есть они уже изъявили желание стать наблюдателем. Это совершенно разные люди, которые не имеют даже отношения, бывает, и к политическим партиям, к политическим процессам. Это и спортсмены, и творческие люди, и просто семьи, и студенты. В общем, вся молодежь, которая социально активна и действительно считает важным, прийти на участок и стать общественным наблюдателем. Мы считаем, что очень важно такую работу проводить с молодежью, потому что немногие и молодые люди, но вообще немногие граждане, даже через такие средства, уважая массовое информационное телевидение, могут узнать о том, что действительно можно стать беспрепятственным общественным наблюдателем и свою волю, чтобы наблюдать за выборами, изъявить и вступить как раз в этот штат. А как раз через интернет-площадки мы уже запустили этот проект. Он, кстати, получил очень большой отклик сразу. То есть потом к нам уже некоторые молодые люди писали, которые еще, мы их не пригласили в этот проект, они тоже попросили записаться. Мы этот проект сейчас возобновим уже перед единым днем голосования, как действительно важно приходить и наблюдать. То есть с молодежью важно прорабатывать именно в интернет-ресурсе, что выборы у нас на самом деле максимально прозрачные, исчезные именно в нашей стране. Чтобы у них действительно появилось доверие, чтобы они пришли на избирательный участок и изъявили свою волю, даже если они захотят стать наблюдателем. Это первое. Второе, к сожалению, да, на молодежь очень много влияет интернет, и там очень много как раз неправдивой информации. Как раз о чем сказал Дмитрий, об инструментах, которые сейчас есть у ЦИКа по блокировке таких фейк-новостей через Роскомнадзор, это на самом деле очень важно, потому что и во многие как раз дни голосования такие прецеденты возникали, что были там видеоролики, которые вообще не в нашей стране сняты, не в эти годы, их выкладывали, и пытались как раз тоже молодежь на тему настроить того, что не надо приходить голосовать. На самом деле приходить голосовать очень важно, нам очень важно изъявлять свою позицию молодежи вдвойне, особенно, которая только-только получила это избирательное право. В том-то и дело, что это избирательное право, оно у нас появилось не так давно. И очень важно его ценить, и все-таки изъявлять как раз свою гражданскую позицию на участках. Дмитрий, смотрите, ну вот про хорошую такую практику рассказал Максим, так ведь это капля в интернет-поле, где вбросов как раз, да, гораздо больше, чем вот таких положительных примеров. На самом деле здесь важна еще, наверное, стезя не только государственного регулирования, но и некого саморегулирования сообщества, в том числе и медийного. Не секрет, что многие ваши коллеги по цеху, они объединены в определенные организации, там, союз журналистов и так далее. Мне кажется, что как раз эти объединения, авторитетные, могут играть куда большую роль в, ну скажем так, градации источников информации, подчеркиваю, не самой информации, это пускай каждый зритель, слушатель и так далее решает самостоятельно, а именно источников информации, чтобы был некий, ну назовем это, знак качества, что ли, да, вот этому доверять можно, этому доверять, ну, может быть, не стоит. К слову, появились сейчас новые требования по опубличиванию статуса иностранного агента по отношению к физическому лицу, то есть сейчас, если кандидат является сам иностранным агентом, как физическое лицо, либо каким-то образом аффилирован со структурами, исполняющими функции иностранного агента, то и политическая партия должна указывать это в своих материалах, и средства массовой информации при организации дебатов, допустим, обязаны обязательно вначале указать, что с уважаемым Иваном Ивановичем беседует Петров Петр Петрович, который является, к примеру, физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента, чтобы избиратель понимал, что те или иные оценки, которые будет давать вот этот вот условно Петр Петрович, они могут быть, ну, скажем так, аффилированы с точки зрения неких структур, не связанных с Российской Федерацией. То есть, если раньше такой опыт был, сами знаете с кем, не будем называть его вслух, то сегодня все это на законодательном уровне уже нельзя. Причем, замечу, оценка остается на усмотрение людей. Просто государство обязывает, чтобы люди получали эти данные. Дальше они вольны самостоятельно. Есть сторонники того, о ком вы сказали, и, естественно, никакие объявления на них не появляют, это их право. Есть люди, которые являются, наоборот, антисторонниками данного персонажа. Ну, соответственно, на них тоже это не появляет, ничего нового они не услышат. А вот люди, скажем так, не посвященные, для кого эта информация может стать основополагающей при принятии решения, доверяют они этому человеку или нет, ну, вот это как раз сделано на их пользу. И вдогонку тому, о чем сказал Максим, мне кажется, наши выборы, наша избирательная система, она ведь не такая отстала, как кому-то хочется, может быть, думать. Вот то же самое приложение «Мобильный избиратель», которое появилось в 2017 году, и впервые будет применяться именно на парламентских выборах, до этого она применялась на президентских, и выборах уровнем пониже, вот в парламентские впервые. Ведь это уникальная вещь, в мире такой нет. И другие страны у нас учатся. Помните, как в таком дивизии одной популярной программы когда-то, а другие страны нам завидуют. Вот это как раз один из примеров, чему можно и нужно завидовать в нашей стране. Система уникальная, она позволяет людям, ну, собственно, следуя из названия, если они точно знают, что в такую-то дату они будут находиться не по месту своего жительства, а по месту как-то нахождения или пребывания, допустим, по служебным делам в поездке, туристическим, кем угодно еще, по состоянию здоровья, у них есть технологическая возможность, удобно, быстро и гарантированно, ну, условно говоря, поменять виртуальную прописку и проголосовать либо в другом городе, либо по другому адресу. Тем самым не усложняется им возможность осуществить свое волеизъявление, тем самым это положительно скажется на явке. То есть этот механизм, которым пользуются миллионы людей на всех федеральных компаниях. Если такое количество граждан страны доверяют этому инструменту, я думаю, это большое достижение нашей электоральной системы. Максим? На самом деле, да, то, что это все переводится в... Вы точно за мобильный избиратель, да? Да, потому что для молодежи это, во-первых, очень удобно. Молодежь сейчас живет с мобильным телефоном в руке, соответственно, для молодежи это намного даже удобнее, чем сходить на избирательный участок, но и плюс ко всему эта система максимально прозрачная, так как авторизация проходит через госуслуги живет, соответственно, о том, когда молодой человек проголосовал, ему сразу приходит уведомление. Что-либо сделать с его голосом просто нереально невозможно, потому что это переводится, как всегда, к телефону не надо. К слову, в середине мая проходило все российское тестирование системы дистанционного электронного голосования, вот о чем сейчас Максим сказал, в нем добровольное было участие, более двух миллионов человек по всей стране захотели попробовать, и, собственно, я думаю, у них остались вполне себе положительные эмоции от использования. Я среди них, вот у меня положительные остались эмоции от применения этой технологии, и, как так, Владимирской области не попала пока в перечень субъектов, которым доступна эта опция, вот в эти выборы по-разному, но как только наш субъект федерации попадет в перечень регионов, где будет применена эта модель именно в ходе, так сказать, основного голосования, я скажу за себя, я обязательно проголосую именно дистанционно и электронно. Мне кажется, это очень перспективный механизм, который позволяет вовлекать как раз новую категорию избирателей. То есть бабушки, дедушки, они будут голосовать таким удобно, это их право. А вот, скажем так, те люди, которых Максим сказал, молодые, да, которым не всегда интересно само голосование, то есть какие-то кандидаты, что они там делают, пять лет, непонятно. А даже сам мотив попробовать какую-то вкусную штучку, новую, да, какой-то гаджет, мне кажется, это может вполне потом вылиться в хорошую привычку ходить на выборы. Это очень важно. А у нас есть звонок телезрителя, к сожалению, не представился, я решил в эфиры не выходить, но вот у него такое предложение, почему бы не сделать выборы прозрачными буквально, то есть чтобы знали, за кого человек отдает свой голос. Может быть, это в практике, вообще мировой есть такие, да, истории. Ну, вообще, опять же, сошлюсь на Конституцию, тайное голосование прописано, поэтому, строжая это нарушение. А, нужно менять Конституцию, да. Другое дело, что, вот скажем, в Москве, которая все-таки наша столица, передовой город с точки зрения информатизации, цифровизации и так далее, так вот, это единственный пока субъект, где в порядке эксперимента есть возможность переголосовать через дистанционную электронную форму. То есть, предположим, вы утром проголосовали, потом по каким-то причинам передумали, у вас будет возможность до конца вот этого периода голосования еще раз зайти, ну, соответственно, в аккаунт и переголосовать. То есть, такой вот механизм сейчас тестируется в нашей столице, о будущем мы будем судить позднее, но сам факт, что исследования в эту область идут. Максим, вы как думаете? На самом деле, да, это очень хорошая система, и как раз по поводу того, чтобы переголосовать, помимо того, что это как минимум удобно, потому что человек может передумать, но мало ли человек еще может понять, что он просто ошибся, там, грубо говоря, рука дрогнула, не туда галочку поставил, это на самом деле. Или даже за однофамильц отроголосовал. Да, или даже, да, за однофамильц проголосовал. А на самом деле, про кандидатов, то, что они должны быть, конечно, да, максимально прозрачные, но это уже, конечно, прерогатива самих кандидатов в политические партии, которые их выдвигают. То есть, тут, никак уже общественный наблюдатель, к сожалению, на это повлияет. Мы работаем с тем, что есть. А вот что будет, это определяют сами политические силы на своих съездах, конференциях и так далее. Важно, чтобы они соблюдали требования законодательства о том обязательном минимуме прозрачности информации, вот как мы с вами сказали, допустим, если человек является каким-то образом связан с иностранными, так скажем, структурами, да, либо если у него в прошлом или в настоящем есть криминальные элементы, то есть, в зависимости от того, насколько давно это было, значит, он может получить право выдвигаться, либо не получить. Еще одна важная новация, значит, лица, которые имели за последние три года, к моменту решения суда, признавшего ту или иную общественную либо религиозную организацию экстремистской, если человек имел к ней отношение за три предшествующие года, он также лишается пассивно-избирательного права, то есть, не может выдвигаться в течение пяти лет на выборные должности. Это как раз заслон от, ну, неких сект, в том числе, не только религиозных, но и политических, которые, к сожалению, бывает, появляются. Так, вы ранее сказали, что уже четыре раза менялись способы, менялись какие-то нюансы по поводу выборов в Госдуму. Итак, 19 сентября, все-таки, по какой модели мы голосуем, что предстоит всем нашим игрателям? В Владимирской области, в частности, получат два бюллетеня, один, в котором не смогут поставить галочку за кандидата конкретного физическое лицо по конкретному округу. Владимирская область поделена на два округа, 79-й и 80-й, ну, условно, один это западная часть области, другая восточная. При том, что сам наш областной центр делится таким образом, что Октябрьский район относится к 79-му округу, это условно восточный, а Ленинский и Ефрунинский к 80-му, вот условно западный. Это, сука, считается одного бюллетеня. Что касается второго, там будут указаны политические партии с их федеральными, до 15 человек можно выдвигать в федеральной части, вот то количество людей, которые каждая партия выдвинет в своей федеральной части, и региональные группы. Здесь есть разный опыт разных партий, кто-то, скажем так, определяет, что один субъект одна региональная группа, чаще объединяются соседние регионы между собой, вот, как говорится, практика покажет, что эффективнее, но по большому счету, я думаю, что вот избиратели, скажем, Владимирской области, они получат однозначно двух депутатов по одномандатным округам, и, я думаю, какое-то количество еще дополнительных избирателей, депутатов по спискам, которые также будут представлять наши интересы в государственном. Два бюллетеня, значит, две галочки, два выбора надо сделать. Две галочки, да, за конкретное лицо и за политическую силу. А вот по поводу знакомства с тем, кого мы видим вот в этих бюллетенях, чтобы это не было вообще сюрпризом, вот, что рекомендует Максим, да, с позиции молодежи, как понять вообще, что происходит у нас сегодня в политических силах в стране, и за кого нужно голосовать. Вот мы сейчас не агитируем, мы сейчас просто говорим, как научиться разбираться. С позиции молодежи, конечно, самый главный инструмент молодежи, опять-таки, как мы повторимся, интернет. Но очень важно проверять всю информацию в интернете, которую мы вообще получаем молодежь, на правдивость. К сожалению, как мы сказали раньше, уже бывает очень много недостоверных интернет-источников. Поэтому нужно пользоваться достоверными интернет-ресурсами, официальными интернет-ресурсами. Вот, то есть, если мы выбираем там, хотим узнать про кандидата из какой-то там конкретной политической партии, то есть у всех партий сайты, на него заходят, смотрят об этом кандидате. Потому что, конечно, в период избирательной кампании, если там условно или еще угодно фамилию ввести, очень много вылезет грязи, не всегда эта грязь будет обоснована и про этого кандидата. Поэтому нужно доверять только официальным источникам и тому, что ты думаешь об этом человеке сам. Конечно, сейчас на молодежь очень серьезное давление в этом плане оказывается с разных сторон. Поэтому нужно включать голову в первую очередь, фильтровать информацию, которая не получает на правдивость, действительно ли они верят в это сами, и они думают так, или это просто потому, что такой-то дядя так-то сказал. Всегда стоит пропустить это через себя. Реально ли это? А если реально, то почему это реально? То есть молодежь должна осознанно в первую очередь делать свой выбор, а не в порыве страсти какой-то. Ну и вступать в диалог. Мы еще с вами на одной из предыдущих программ акцентировали внимание, что депутата, избранной в 2016 году, то есть седьмой созыв Государственной Думы, сейчас мы восьмой будем избирать, они все поголовно пришли в социальные сети, то есть там ВКонтакте, Инстаграм и так далее. То есть у молодого избирателя есть огромное количество возможностей, может быть, не вот лично задать вопрос кандидату, но, по крайней мере, вступить с ним в заочный диалог, может быть, поспорить, может быть, поддержать, может быть, покритиковать. Мне кажется, эти возможности нужно обязательно пользоваться, и это позволит как раз сделать то, о чем сказал Максим, то есть получить достаточное впечатление о том, насколько этот человек говорит, что думает и думает, что говорит. Максим говорил, что нужно опираться на информацию на официальных сайтах и ресурсах, а вот эту уже официальную информацию, кто их контролирует, вообще, какие здесь есть санкции тем, кто ушел от каких-то там требований. любой сайт является это официальным сайтом, скажем, политической партии, или это какая-то медиаплощадка, либо средства массовой информации, либо сообщества в социальных сетях контролируется уполномоченным органом Роскомнадзор. Да, вот мы повторим, что теперь у Центральной избаврательной комиссии есть право вносить представление в Роскомнадзор о том, что вот данная площадка распространяет недостоверные сведения, и временно она будет заблокирована, если Роскомнадзор сочтет аргументы ЦИКа достаточными. Вот, что касается, скажем так, насколько полна информация, которая представлена на сайтах, скажем, политических партий, особенно их региональных отделений, там местных отделений, то, что ближе к нам, скажем, во Владимирской области, то здесь все, конечно, на совести самих политических структур, поскольку, если они заинтересованы с тем, чтобы любой человек, который зайдет к ним на сайт, получил достаточное количество сведений, благодаря которым, возможно, он остановит свое мнение, свои выборы именно этой политической силы, если они заинтересованы, они будут делать это максимально подробно, максимально доступно. Есть даже условная партия делает ставку на избирателей какой-то другой категории, условно говоря, старшее поколение, которому сайты не так интересны, прямо скажем, они предпочитают получать информацию в печатном виде или, может быть, в ходе личных встреч. Но, опять же, это выборы политической партии, не секрет, что есть партии, в названии которых присутствуют конкретные социальные группы, там, условно говоря, партии пенсионеров, да, вот, ну, наверное, партии пенсионеров не столь интересны молодые избиратели так по логике, да, может быть, мы заблуждаемся, может быть, они рассуждают, что любой молодой человек рано или поздно станет пенсионером и, может быть, может задумываться об этом заранее, да, то есть мы это узнаем только в ходе предвыборной борьбы, вот, и я думаю, что сейчас вполне достаточно и способов, и, скажем так, пространств для диалога, готовы вести этот диалог, ну, в цивилизованной манере. К сожалению, многие, особенно, так называемые оппозиционные силы, предпочитают содержательному диалогу, ну, некие, там, популистские лозунги, превращая вот такие условные дебаты, ну, в некий митинг. Ну, опять же скажу, мне, как зрителю и избирателю, который хочет из этого диалога какой-то вывод сделать, мне это не очень импонирует и, допустим, такие политические силы лично у меня не вызовут поддержки. Ну, опять же, я сказал личное мнение. Ну, давайте к лозунгу сегодняшнего эфира, да, голосовать надо, это наше гражданское право, надо им пользоваться, активно, друзья, иначе кто-то за вас точно проголосует. У нас сегодня в студии был Дмитрий Жученко, региональный координатор независимого общественного мониторинга и Максим Быстров, председатель Молодежной Думы при ЗАГС Собрании Владимирской области. Спасибо огромное. Спасибо. До новых встреч, уфига. До свидания.